вот варенье получается настолько густое что вот я даже банку перевернула и она вот уже она не падает вот варенье сваренная вот таким вот образом как сейчас вот варила его я вот вот такое густое варенье не падает тут видимо все равно тяжелее 600 грамм 600 граммовые банки это поменьше вот вторую партию я торопилась и поварила минут на пять меньше чем то она получилась пожиже но думаю в холодильнике постоит и будет нормально и сейчас хочу показать такой лайфхак пробую его впервые об этом не сказала мама как удалять косточки из вишни без всяких приборов без всяких просто берем ее через дырочку и выдавливаем просто руками без всяких шпилек без всяких толканий просто берем вот так вот через дырочку вот вот плодоножка где было и выдавливаем ну стараемся в ладошку конечно потому что я в прошлый раз всю стену у себя вот здесь вот все устряпала вот этим прибором несколько раз отмывала я маленько вот так вот тут продавливаю у плодоножки и косточка выдавливается сейчас не так вот наверное скорее всего вишню и почищу и сварю варенье и поделюсь рецептом новый рецепт варенье нашла на просторах ютуба мне очень понравилось оно получилось такое густое и так чистим так мне кажется удобнее все таки мешочек туда чтоб не брызгала я усовершенствовала свой косточка выниматель вот так вот с мешочком гораздо удобнее у меня по все эти брызги не разлетаются совершенно так вот мешочек я высыпаю их это знаете как раньше на мясорубке хрен терли я помню как папа с мамой меня надевали вот так вот мешок на мясорубку и терли крем вот сейчас из мешочка я высыпаю в кастрюльку и в процессе сразу же начну варить варенье поставлю кастрюлю на плиту чтоб она нагревалась без сахара без всего кастрюлька будет потихоньку нагреваться вот такой вот у меня новый рецепт поставила на пятерочку на средний огонь а здесь вот половину я примерно уже минут за семь кстати вишня очень крупная это мы собирали вчера возле дороги у нас растет даня ветки наклонял и держал их я собирала немного конечно литра три наверное всего нас собирали там но вишня тут вообще крупная хорошая прямо такая какая должна быть и мне уже опять ее жалко под снос но она сваливается на дорогу и мешает там проезжать мусорка у нас большая и цепляется вот у меня все три литра вишни запотела кипит она без сахара без сахара конечно вот они косточки кое-где у меня попадается и вот они когда вишня без сахара кипит они наружу выходят несколько косточек у меня конечно попались и так мы кипятим вот на шестерочки у меня минут десять всю вишню вот так кипятим ложки деревянной нет ссори поэтому такой вот у меня было три литра вишни без косточки ой с косточкой вернее без косточки это где-то литра два наверно ну а больше килограмма вишни больше килограмма кило двести наверно и я высыпаю сюда за два захода килограмм сахара я сахара много не кладу потому что у меня банки будут закручены герметично за два захода сейчас сахар растворится вишня покипит я вторую часть сахара сюда засыплю лишние опять как следует закипела я засыплю сейчас сюда вторую порцию сахара и все сейчас перемешаем она закипит минут пять поварим и разольем в стерильные банки посуда у меня нержавейка с толстым дном все она у меня очень хорошо покипела на девяточки покипела убираю на тройку и все разливаю варенье по банкам четыре небольших баночки пол литровых у меня получилось и немножко вот чуть-чуть осталось это вот хотя и прошло уже часов 5 наверное с тех пор какие банки перевернула так она вот и не падает вот такой вот густое мне очень понравился этот рецепт очень самое трудоемкое конечно все-таки вынуть косточки но вообще за час своего обеда я управилась вынула косточки и сварила варенье все всем пока вы были на канале из эстонии с любовью подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч вот прошло два с половиной часа я пришла с работы банки еще теплые а вот тут вот варенье остатки застыли так что варенье получается густое без всяких пектинов без всяких желатинов без всяких агар-агаров вот такое вот густое при густое варенье я буду рада если вам понравится а